Наша Вселенная образована слиянием семи форм материи, которые отличаются между собой по своим определенным качествам и свойствам. Это не божественное творение Всевышнего, в этом нет ничего сверхъестественного, и число 7 не имеет никакого мистического значения, это просто качественная структура нашей Вселенной. И не случайно белый свет при преломлении распадается на 7 цветов, октава содержит 7 нод, а наработка 7 материальных тел человека, физически плотное тело плюс 6 материальных тел сущности, является завершением его земного цикла эволюции и началом космического цикла развития. Все планеты нашей Вселенной и планеты Земля возникли в зоне искривления пространства в результате последовательного слияния семи форм материи. Планета Земля представляет собой 6 материальных сфер, одна внутри другой. Эти сферы являются единой системой и не могут существовать друг без друга. Поэтому, когда рассматриваются процессы, происходящие на физическом уровне, необходимо помнить, что это только видимая верхушка айсберга, которым является планета. Внутренняя сфера, образованная семью формами материй, есть физически плотная часть планеты. Астрофизики называют подобное вещество барионной материей. Оно имеет 4 агрегатных состояния – твердое, жидкое, газообразное и плазменное. Следующая сфера образована при слиянии 6 форм материй – эфирная сфера. При слиянии 5 форм материй – астральная сфера. При слиянии 4 форм материй – первая ментальная сфера. При слиянии 3 – вторая ментальная сфера. При слиянии 2 форм материй – третья ментальная сфера. Все эти сферы материальны и отличаются друг от друга своим качественным и количественным составом. Невидимые для обычного глаза и современных приборов, сферы Земли формируются не из привычной для большинства физически плотной барионной материи, а состоят из так называемой темной материи – Dark Matter, которая составляет 90% материи всей Вселенной. Темную материю нашей Вселенной образует семь разных по своим качествам и свойствам первичных материй, из которых при слиянии возникает хорошо всем нам знакомое по ощущениям физически плотное вещество. Также темная материя является основой сознания и мысли. Именно из нее состоит сущность, то есть душа самого человека и сущности всего живого. Каждый живой организм имеет сущность. Сущность или душа – это система тел, наработанных живым организмом в процессе приспособлений к окружающей среде. Сущность человека может иметь одно, два, три, четыре и более тел, которые все вместе и составляют то, что называется сущностью человека или его душой. Пока любой организм жив, физическое тело и сущность составляют одно целое. И чем более духовно и нравственно разве человек, тем большее число тел образует его сущность. Минимальное количество тел сущности – одно, эфирное, у простейших и примитивных организмов. Максимальное для нашей планеты – шесть, эфирное, астральное, первое, второе, третье и четвертое ментальные. Именно эта система тел, называемая сущностью, душой, после прекращения деятельности физического тела, покидает его. Сущность, покинув физическое тело, в состоянии мыслить, думать, чувствовать, и все это происходит за пределами физического тела. Будь то сущность, состоящая из одного тела или даже из ста, выход сущности из физического тела происходит со всеми телами сразу, и они никогда не разделяются. Физическое, эфирное, астральное и первое ментальное тело организма составляют единый комплекс, который является живым организмом, живой материей, жизнью. Жизнь прекращается, когда разрушается эта система, и жизнь появляется, когда она возникает. Особое место в этой живой системе занимают нервные клетки, точнее, нервный центр – мозг. Нервным клеткам отведено доминирующее положение в многоклеточном организме. Они влияют и управляют функциями всех остальных типов клеток. Каждый нейрон в частности и мозг в целом, любого многоклеточного организма, генерируют поля, назовем их пси-полями, которые управляют всеми функциями организма. После смерти физического тела, сущности простейших и простых живых организмов, которых подавляющее большинство, попадают на эфирный план. Сущности остальных организмов, в зависимости от уровня эволюционного развития каждого вида, попадают на разные уровни планеты. Можно построить аналогию этого явления на следующем примере. Нашу планету представить как дом, у которого семь этажей. На первом этаже живут люди, звери и растения, которые имеют физическое тело. На втором этаже – существа, которые имеют только эфирное тело. На третьем – существа, имеющие эфирное и астральное тела. На четвертом – эфирное, астральное и первое ментальное. На пятом – эфирное, астральное, первое и второе ментальные тела. На шестом – эфирное, астральное и три ментальных тела. И на седьмом – эфирное, астральное и все четыре ментальных тела. Между этими этажами может двигаться только лифт. Теряя свое физическое тело, сущность лифтом поднимается на второй, третий, четвертый этажи в зависимости от достигнутого уровня развития. Сущность человека или его душа по каналу возникающему в момент смерти поднимается на свой уровень, который зависит от эволюционного развития сущности. Но при этом еще остаются нити, связывающие сущность с уже мертвым физическим телом. Одна из этих нитей связывает ментальные тела сущности человека с физическим, но по мере распада нервных тканей организма эта связь слабеет, и через 9 дней ментальные тела освобождаются от мертвого физического тела. Процесс разложения органики продолжается, и через 40 дней разрывается связь между астральным телом и мертвым физическим телом. И только через год, когда в костной ткани завершается распад последних органических включений, разрывается связь между эфирным телом сущности и остатками мертвого физического тела. Только после этого сущность полностью освобождается от плена мертвого физического тела. Многие народы в древности, а некоторые и сейчас, своих умерших сжигают. Такой обычай появился не случайно и имеет глубокий смысл. При сгорании вся органика расщепляется полностью и сущность умершего человека не через год, а сразу освобождается от мертвой оболочки. «Не оскверняйте и не отравляйте вы тленом людским святую землю предков ваших, погребая умерших близких своих в ямы земные, как это сотворяют язычники. А творяйте для умерших близких своих кроды великие и лодии просторные, соединяя всех умерших своих с чистым священным огнем». Слово мудрости Волхва Велимудра О том, что происходит с сущностью человека и всего живого, прекрасно знали наши многомудрые предки славян и ариев, и в дохристианской Руси проводили захоронения согласно ведическим традициям и древним знаниям. Всех умерших полагалось сжигать, дабы душа умершего могла вознестись в небесный мир с помощью специального погребального костра – кроды. Крода – возноситься к Кроду. Если человек умирает насильственной смертью, его сущность не завершает цикла эволюции в физическом теле. При такой смерти сущность зачастую уходит на более низкий уровень, чем когда смерть наступает по естественной причине. При насильственной смерти амплитуда энергетического всплеска слабее и канал менее устойчив. Если человек кончает жизнь самоубийством, его сущность не может уйти дальше эфирного уровня, и очень часто она становится пищей для эфирных и астральных животных. Сущности при самоубийстве выпадают из кругу оборота перевоплощений, остаются в замороженном состоянии. В ряде случаев сущность умершего остается существовать рядом с живыми людьми. Иногда такие сущности проявляют себя в разных явлениях полтергейста, которые до сих пор остаются загадкой для современной науки. В любом живом организме на планете, в момент, когда яйцеклетка и сперматозоид сливаются воедино, создается всплеск энергии, который достигает других уровней планеты — эфирного, астрального и ментальных. Чем больше положительных факторов совпало во время зачатия, тем выше амплитуда всплеска. В этот момент открывается соответствующее число качественных барьеров, формируется энергетический канал, по которому втягивается сущность эфирного, астрального элементальных планов планеты. Происходит процесс, обратный процессу смерти, и сущность после зачатия начинает создавать себе из растущей биомассы новое физическое тело. Если родители в момент зачатия испытывают глубокие и сильные чувства, имеют хорошую генетику, не отравленный в этот момент алкоголем, табаком или наркотиками, то эти факторы, складываясь, увеличивают амплитуду всплеска. Если зачатие произошло как следствие развратной сексуальной жизни родителей, то при этом амплитуда всплеска будет низкой. Наркотики, алкоголь, никотин и другие яды, присутствующие в организме, создают мощное отрицательное поле, которое подавляет всплеск. И если организмы родителей долгое время подвергались действию этих ядов, то всплеск при зачатии возникает до того слабый, что в состоянии достичь только эфирного уровня. В этом случае воплощается сущность низкого уровня развития. Есть вероятность, что родившийся ребенок будет умственно неполноценным. Здоровье ребенка также зависит от первого мужчины, который был у женщины, и всех мужчин, которые были у нее до зачатия. Это наука о телегонии, утверждающая, что на потомство женской особи влияют все ее предыдущие половые партнеры, и особенно первый. Именно он, нарушивший действенность, а не будущий отец ребенка, закладывает генофонд потомства каждой женщины. Если женщина имела связь со многими мужчинами, и когда мужская сперма или слюна, достаточно обычного поцелуя рот в рот, попадала любым путем в женский организм, происходило взаимодействие мужских и женских ДНК и РНК. Это приводило к генетическому обмену заложенной информации, изменяя наследственные и морфологические признаки женской особи. Если женщина имела связь с генетически нездоровым мужчиной, наркоманом, алкоголиком, гомосексуалистом или психически больным человеком, в дальнейшем при оплодотворении ее яйцеклетки сперматозоидом биологического отца происходит строительство зародыша с учетом всех сексуальных партнеров, которые были у женщины. В результате чего зародыш, помимо родительских данных, получает последствия свободной любви в виде признаков и заболеваний всех мужских особей. И тогда у внешне нормальных и здоровых родителей появляются дети с давним приветом от какого-нибудь знакомого. А что скажет наимудрейший? Поистине сон не есть не сон, а не сон не есть сон. И так не про сон сказать, что это сон, все равно, что про сон сказать, что это не сон. Говоря коротко, про не сон сон или сон про не сон. Если человек устает, то это значит, что в его теле накапливается много токсинов и ему нужен отдых, сон. Во сне сущность выходит за пределы энергетической психизащиты организма и находится вне своего физического тела. При этом сущность, за счет потенциала накопленного при активной работе физического тела, открывает большее или меньшее количество качественных барьеров между уровнями планеты и попадает на них. В зависимости от уровня эволюционного развития и состояния физического тела, одна и та же сущность может выходить во время сна на разные качественные планы Земли, эфирный, астральный, ментальный. Если сущность по тем или иным причинам попадает на нижний астрал или эфир, она становится дичью для астральных животных, обитающих на этих планах. Сущность, попавшая в нижний астрал во время сна, может спастись только создав вокруг себя энергетическую защиту, через которую не могут пройти астральные животные. Если у сущности это не получается, она должна быстро возвратиться в свое физическое тело, которое имеет мощную защиту. Когда сущность быстро возвращается во сне в физическое тело, человек помнит потом, как он падал в какую-то бездонную глубокую пропасть, и часто в таких случаях он даже просыпается в холодном поту. Такое резкое возвращение сущности в физическое тело является защитной реакцией, спасающей сущность от гибели. Если сущность не может вернуться в тело, она становится добычей астральных хищников. В таком случае наступает так называемая смерть во сне. Ошибочно думают, что это легкая смерть. Часто такая ситуация приводит и к гибели сущности. Организм человека, его мозг, имеет два режима функционирования. Режим бодрствования, при котором физическое тело и тело сущности находятся в тесном и активном взаимодействии. При этом биопотенциалы мозга быстро меняются и часто имеют большую амплитуду изменений. Режим сна, при котором сущность выходит за пределы энергетической защиты организма. При этом активность работы нейронов резко падает, что приводит к более медленным изменениям биопотенциалов мозга. Засыпая, человек не может мгновенно выключиться, резко перейти из одного режима функционирования в другой. И для подготовки сущности к выходу, всем системам физического тела необходим какой-то промежуток, поэтому некоторое время мозг еще работает в режиме активности, который был до сна. Затем начинается фаза так называемого быстрого сна, фаза засыпания. Далее мозг перестраивает режим своей работы так, что сущность начинает выходить за пределы энергетической защиты физического тела. Скорость изменения биопотенциалов мозга при этом естественно уменьшается. Наступает вторая фаза сна. По мере выхода сущности из тела, процессы, протекающие в нейронах мозга, все более и более замедляются. Это третья фаза сна. Когда сущность выходит из тела совсем, активность работы нейронов мозга падает до минимума. Это четвертая фаза сна. Перед пробуждением, когда сущность начинает возвращаться в свое тело, мозг резко активизируется, фаза пробуждения, после чего последовательно переходит к состояниям как при выходе сущности, только в обратном порядке. В это время сущность возвращается в свое тело и состояние человека возвращается к режиму бодрствования. К сожалению, темные силы, которые очень давно присутствуют на нашей планете, нашли вариант блокировки сущностей высокого уровня. Сначала носителям альфа-генетики или, как написано о таких людях в Ветхом Завете, сильным людям народов навязали идею безбрачия и служения чуждому богу в военных орденах. При этом у большинства из них не было своих детей, и их высокие сущности обрекались на эволюционный плен в результате вечного нахождения возле своих мертвых тел. Погибших рыцарей хоронили в каменных склепах или каменных мешках. Их тела не разлагались, и сущности не могли освободиться от уже мертвого тела и уйти на положенный планетарный уровень, чтобы затем родиться вновь. Они становились вечными пленниками этих каменных мешков. А в результате многие и многие тысячи сущностей высоких уровней развития выпадали из круговорота, и вместо них в альфа-генетику внедряли сущности значительно более низкого уровня развития. И это приводило к быстрому вырождению альфа-генетики у многих народов и племен. Кроме этого, у наиболее выдающихся людей после смерти вырезали сердце и другие органы и хранили отдельно от тела. В Вене состоялись похоры на Уотто фон Габсбурга, старшего сына последнего австрийского императора. Он скончался 4 июля в возрасте 98 лет в своем доме в баварском местечке Пекинг, Германия. Уотто Габсбург-Лотаринский был старшим сыном последнего австрийского императора Карла I, наследник одной из некогда самых могущественных монарших династий Европы. Бывший крон-принц Уотто фон Габсбург-Лотаринский обрел вечный покой в фамильной усыпальнице своих предков. Сердце Уотто фон Габсбурга будет похоронено отдельно в венгерском монастыре Пананхальма, неподалеку от города Дьер. Сердце последнего наследника империи навсегда останется с Венгрией. Сегодня оно будет похоронено отдельно в монастыре Пананхальма под Подопештом. Сердце Уотто фон Габсбурга будет похоронено отдельно. Сердце будет похоронено отдельно в монастыре Панонхольма под Подопештом. То, что у Отто фон Габсбурга по семейной традиции вырезали сердце и захоронили его отдельно от тела, это обряд черной магии, с помощью которой многие поколения потомков таких людей обрекаются на ослабление не только общего здоровья, но и конкретно того органа, который вырезали у предка перед похоронами. Но это преподносится людям как священный церковный обряд, как проявление высшего уважения и почтения к умершему за высочайшие достижения при жизни человека. В результате подобного священодействия у всех носителей этой генетики и их потомков оказывали слабые сердца и повышенную взимность именно тех органов, которые удалялись у далекого предка. Кроме того, захоронение в склепе – это еще одна страшная ловушка, в которую попала сущность Габсбурга, да и не его одного. В таких склепах тела очень долго не разлагаются, и сущность или душа человека не может воплощаться снова и снова. В Киево-Печорской лавре, что находится в Киеве, в системе пещер сохранились мощи, остатки умерших монахов, которые в дальнейшем священники стали называть святыми. Так как до нашего времени черепа и кости этих святых выделяют жидкость, которую монахи считают целебной. Химический состав грунтовых вод создал условия для естественной иммунизации тел. Потоки энергии, пронизывающие территорию этого монастыря, создали условия, при которых клетки костной ткани остались живыми и продолжают выделять свою секрецию. В этом случае сущности остаются привязанными к остаткам физического тела и не могут уйти на другие уровни планеты. До тех пор, пока сохраняется органическая ткань, сущность остается привязанной к мертвой физической оболочке. И только когда последние органические соединения мертвого физического тела распадаются, сущность полностью освобождается и готова к дальнейшей эволюции. Когда эфирные, астральные и ментальные тела перестают быть совместимы с физическим телом, наступает смерть. В момент естественной или насильственной смерти любого живого организма прекращается движение веществ в физическом теле. Нейроны мозга, не получая необходимого количества кислорода и других веществ, начинают тормозиться. Активность работы мозга и биопотенциалы начинают быстро падать. Все процессы в организме человека останавливаются. И в первые две, максимум три минуты после смерти, ослабевает и начинает разрушаться защитное пси-поле физического тела. При его разрушении весь потенциал, накопленный организмом, резко возвобождается и возникает энергетический всплеск, который на некоторое время открывает качественные барьеры между уровнями планеты, материальными сферами. Формируется энергетический канал, по которому сущность или душа человека начинает подниматься на тот планетарный уровень, который соответствует эволюционному уровню сущности. Многие люди, пережившие состояние клинической смерти, видели светящийся канал, в которых начинало затягивать. Но по тем или иным причинам они опять возвращались к жизни. В момент клинической смерти сущность человека начинает выходить из тела. При этом сущность человека продолжает видеть, слышать все происходящее вокруг. Ведь в первое время человек, а точняя уже его сущность, не понимает, почему окружающий его не слышит и не видит, в то время как он всех видит и слышит. И если же врачам удается вернуть хотя бы к минимальной активности физическое тело, работа мозга активизируется и вновь восстанавливается энергетическая балочка организма. Сущность начинает входить в тело, как при пробуждении после сна. И человек возвращается к жизни. Амплитуда энергетического всплеска зависит от уровня духовного и нравственного развития, которого достиг человек к моменту смерти. Чем более высокого уровня достиг человек при жизни, тем на более высокий уровень планет он попадает после смерти. А если человек развился так, что он работал эфирное, астральное, первое, второе, третье и четвертое ментальные тела, то в таком случае его сущность может пройти через все планетарные барьеры и уйти за пределы Земли и даже за пределы Солнечной системы. Но, к сожалению, это случается очень редко. Завершение земного планетарного цикла означает только начало эволюции в космосе. После него начинается космический этап эволюции человека. В философии индийских йогов существует понятие эволюция высшей ступени, как достижение сущностью нирваны, слияние ее с абсолютом. Когда, как считают йоги, сущность сливается с космосом, Богом, абсолютом. Это состояние, когда исчезают все качественные барьеры Земли, означает не конец эволюции человека, а только завершение нулевого планетарного цикла развития и начало космического цикла.